есть у меня в коллекции такая вот монетка это гривенник 1783 года времен правления императрицы екатерины 2 екатерины великой здесь вот ну так скажем серебро тоже подается эрозии если у него в состав его включены так скажем элементы которые портит его ну данным тут выветрил серебро хотя вроде монеты не потертые но вот как бы лица императрицы не видно это с этой стороны монета серебряный как я уже сказал с этой стороны значит написано гривенник 1783 год так о чем то есть бишь о чем то есть бишь это я а а причина достать такую монетку была вот какая дело в том что очень очень давно 230 лет назад 29 ноября 1783 года в русскую азбуку была введена буква йо вот такая вот дата у нас интересная вообще русский алфавит состоит из 33 букв одна из них совершенно незаслуженно более более выходит из употребления история началась как я уже сказал в 1783 году вот как раз 29 ноября состоялась одно из первых заседаний недавно созданной академии российской словесности с участием ее директора княгини екатерины дашковой а также знаменитого фон визина и державин гаврилы романовича державина монеты с державин у меня есть это рубрика советских времен так скажем такая вот итак они обсуждали значит проект полного толкового словаря славяно-российского вот впоследствии он стал называться словарь академии российской екатерина романова романовна предложила заменить обозначение звука и о одной новой буквы йо доводы дашковой показалось убедительными и вскоре ее предложение было утверждено общим собранием академии новаторскую идею книги не поддержал ряд ведущих деятель культуры того времени включая вот гаврила романовича державина который первым начал использовать ее в личной переписке первое же печатное издание в котором встречается буква йо стала книга ивана дмитриева мои безделки это было в 1795 году а вот более обширному к количеству читателей буква йо стала известна благодаря писателю карамзину истории государства российского вот он автор и вот он кроме того кроме этой истории он еще писал стихи рассказы и вот в одном из в 1797 году николай михалович карамзин решил заменить при подготовке в печать одного из своих стихотворений две буквы в слове с льозы на одну йо вот так с легкой руки карамзина буква йо вошла в состав русского алфавита это у нее у него тираж у книжки карамзина был очень массовый и поэтому вот как бы больше народу и смогло познакомиться с этой буковкой вот в связи с тем что карамзин был первым кто использовал букву йо в печатном издании вышившим довольно большим тиражом именно его некоторые справочные издания в частности большая советская столбия ошибочно указывает как автора буквы йо а вот в советской россии обязательно употребление буквы йо в школьной практике было введено в 1942 году приказом народного комиссара просвещения рсфср вот такая штука была неожиданно немножко но вот между прочим этого приказа никто никогда не отменял буквы йо у нас до сих пор есть даже вот в раскладке клавиатуры она вторая сверху кнопочка по полевому ряду есть там у нас такая кнопочка на клавиатуре вот не обязательно употребление буквы йо ведет к ошибочным прочтением и невозможности восстановить смысл слова без подробного контекста контекста например заем заем совершенный совершенный слез слезы небо небо мел мел осел осел весел весел вот так вот а уж я у толстого можно привести пример вот был такая вот из петра первого значит из его нового романа такая вот строчка при как при этом при этом так государе передохнем а ведь и имелось ввиду передохнем чувствуете разные разницы передохнем и передохнем вот так вот вот кстати поем и поем все поем или все поем если аппетит хороший что может все поесть а можно и все спеть вот как то вот примерно вот так вот ну более поздний вариант значит наш край в выходные передохнет от жары а может и передохнет ну что ж ну кстати вот еще очень-очень от того что необязательно буква йо была использована да многие фамилии звучат абсолютно по-другому вот много из тех фамилий которые на слуху вы их тоже знаете но вот как они звучат по-настоящему и как надо бы вот разницы есть например кардинал решелье на самом деле решелье философ и писатель мантеские на самом деле мантеские поэт такой роберт бернс вот он не бернс а бернс на самом деле микробиолог и химик луи пастер пастер все-таки по-французски пишется и вот и желательно все-таки там буквы йо иметь в виду они вот не не то что общепринято так скажем и и и и и и и ну что ж пожалуй на этом все спасибо за внимание я вам еще раз покажу монетку с державином с другой стороны это у нас вот так вот орел еще без корон так скажем орел переходного периода банк россии уже не сср уже россии это уже после 90-х годов 93 год вот орел у него такой тоже монетка скажем так скажем несчастая уже становится редкостью ну что ж на этом пожалуй все спасибо до свидания